Военная обстановка в Сирии 7 апреля 2017 года Утром в пятницу военно-морской флот США запустил 59 крылатых ракет «Тамагавк» по военной базе ВВС Сирии в городе Холмс. Запуск был произведен с боевых кораблей США, расположенных в Средиземном море. Удар ракет пришелся по военной авиабазе «Аш-Шайрат» в 38 километрах к юго-востоку от города Холмс. В результате ракетного удара причинен ущерб воздушным судам и инфраструктуре, включая взлетно-посадочную полосу. Согласно докладам, под удар также попали системы ПВО и склады с топливом. Количество погибших среди сирийских военных и мирных жителей в настоящий момент неизвестно. После авиаударов президент США Дональд Трамп обвинил сирийское правительство в применении нервно-паралитического газа, в результате которого погибли мирные жители деревни Хан Шейхун. Таким образом, ракетные удары были ответной мерой. По данным Пентагона, о готовящемся ударе были оповещены несколько стран, включая Россию. Кроме того, Пентагон заявил о том, что удары не наносились в район авиабазы, где предположительно могли находиться российские военнослужащие. Советник Трамп по национальной безопасности Герберт Макмастер заявил, что США стремились снизить потери среди российских сил при нанесении ударов. Однако стопроцентных гарантий нет. Президент Путин назвал данный шаг агрессией против суверенного государства, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Москва также потребовала срочный созыв Совета безопасности ООН по данному вопросу. Нет сомнений, что данные удары пошли на пользу различным группировкам террористов, таких как ИГИЛ и Хаят-Тахри-Рашам в провинциях Хомс и Хамы. Авиабаза Аш-Шайрат играла важную роль в обеспечении авиаподдержкой сирийских войск, ведущих бои в данных провинциях. ИГИЛовцы воспользовались данной ситуацией и провели атаку на правительственные силы возле стратегически важного города Аль-Фуркалас в провинции Хомс. Субтитры создавал DimaTorzok